Всем привет! С вами Вячеслав Витик. После классной победы, одержанной в страны индийской защите, ссылку на эту партию вы увидите сейчас перед своими глазами, я решил поделиться с вами и вспомнить классические примеры, на которых, собственно, учился я сам. Я думаю, что партии вам понравятся. Они действительно стали уже давно классикой страны индийской защиты. Итак, и начну я с партии, в которой белыми играл Александр Белявский, черными, Хикару Накамура. И поехали. d4 конь f6, c4 g6, конь c3 слон g7, e4 d6, конь f3 2 0, слон e2 e5, 2 0 конь c6, d5 конь e7. У нас классический вариант страны индийской защиты, конь d2, есть еще ход конь e1, что, как правило, связано с вариантом Тайманова. Конь d2, конь e8, b4, f5, c5, конь f6, f3, f4. Итак, у нас позиция, по сути, сформировалась. Ясно, что белые будут атаковать прежде всего пешки ферзевого фланга, а черные постепенно будут пытаться добраться до белого короля. И, как правило, кто быстрее, тот и побеждает. Итак, следует ход конь c4, g5, a4, конь g6, слон a3, ладья f7, a5, h5, b5, dc, b6. Итак, кажется, что белые вроде немножко впереди. Пока черные еще даже не успели сыграть g4, но пока и конкретных угроз у белых не так-то много. Следует ход g4, bc, ладья c7, конь b5 и g3. Накамура жертвует качество. Да, ясно, что здесь вся игра его строится вокруг белого короля. Нужно как можно быстрее создать предпосылки для матовых сетей. И пешка на g3 идеально этому соответствует. Следует ход конь c7. Да, и понятно, что Накамура жертвовал качество не просто так. Следует ошеломляющая конь бьет e4. Ферзь стремится на поле h4 с угрозой мата на h2. Белявский играет конь e6. Надо отметить, что возможен был ход f e. Скорее всего, это объективно сильнейшее продолжение. Давайте я вам покажу варианты, которые я нашел в анализе. Варианты, конечно, дикие. Но посмотрим. Ферзь h4, h3. Это, по сути, форсаж. Слон h3. Черные вынуждены жертвовать фигуру. gh, ферзь h3. Ладья f2. Ладья f2 тоже строго единственная. gf, король f2. И вот здесь вариант. Ну, по сути, главный вариант. Давайте я вам его приведу. Ферзь g3, шаг, король f1, f3. Конь a8, f e, король e2, конь f4, шаг, король d2, ферзь d3, шаг, король c1, ферзь c4. Ферзь c2, конь d3, шаг, король b1, ферзь бьет e4. Да, здесь я остановил анализ. Движок оценивает эту позицию, да, с перевесом у белых, но перевес не столь значительный. Да, примерно чуть больше пешки. Вот. Ну, то есть, да, у белых ладья лишняя, но слабый король, плюс за ладью у черных три пешки. Объективная, наверное, позиция у белых явно лучше. Но, как мне кажется, вся борьба была бы еще впереди. Да, ну, понятно, что это чисто компьютерный вариант. Идти, прежде всего, белым сюда, вот, играть фе, конечно, очень страшно. И Белявский решает перекрыть страшного слона, да, который стрелял по диагонали С8, Х3, ходом КНЕ6. Следует СЛОН Е6ДЕ, ЖА, ШАГ, КОРОЛЬ Х2, ФА4, ШАГ, КОРОЛЬ Ж1 и КНЕ Ж3. Черные смастерили уже подобие матовой сети, где-то будет пограживать ШАГ на Х1. Осталось подключить пешку к атаке, и к тому же СЛОН сразу заиграет. Конечно, инициатива черных носит мощнейший характер, хотя, по факту, у них не хватает целой ладьи. Следует ход СЛОН БЁЦ5. Е4. Ладья А4. Да, отмечу, что, наверное, сильнее был ход ладья А2, хотя ладья А4, скорее всего, пока еще не проигрывает. Это не решающая ошибка. Давайте приведу варианты после ладья А2. Как часто бывает, движки здесь практически в большинстве вариантов показывают ранство или форсированную ничью. Приведу примерный вариант. Е3. Конь бьет. Е3 грозил мат на Х1. Отдавать коня уже надо. Конь Е3. ФЕ. Слон бьет Е3. Конь Е4. Здесь еще также есть ход СЛОН Е5, который тоже должен привести, ну, скорее всего, объективно, к ничейному результату. Ну, давайте посмотрим ход Конь Е4, СЛОН Е4, ФЕ1 шаг, Король Ф2, Конь Е4 шаг. Согласитесь, варианты очень красивые. ФЕ, ФЕ, ФЕ2 шаг, Король Е1, СЛОН СТИ шаг, Ладья Д2, ФЕЖ, СЛОН Е2. И здесь все может закончиться вот таким вот вечным шагом. Конь Ж2 шаг, Король Е2 и Конь Е4. Видимо, ни одна из сторон не может патендовать на что-то большее. Да, этот вариант, конечно, отнюдь не обязателен. Есть и другие варианты. Но в целом, если говорить об оценке позиции, то партия при точной игре обеих сторон, наверное, закончилась бы в ничью. Но вернемся. После хода Е4 следует ход Ладья А4, Ладья С8 и СЛОН на 7. А вот это уже, пожалуй, решающая ошибка. Белым следовало играть в виде Майдь Е7 и не исключено, что это спасало. Вновь приведу примерный вариант. После Конь Е7 может последовать Конь Д6. На ЕФ может последовать СЛОН С4 шаг. На КХ8 Конь Е7 шаг. И вновь все может закончиться тривиальным вечным шагом. После КХ8 скажем, Конь Д6. КХ8 Конь Е7. Да, есть и другие варианты. Но вот не исключено, что белые все-таки не проигрывали. После же хода СЛОНа 7 давайте еще раз вернемся. Вместо Е7 после хода СЛОНа 7 Накамура поднимает блестящий ход Б5. Очень сильное решение и первая линия. Следует ход ЛАДЯ Б4. Но дело в том, что после АБ белые форсировано проигрывают. Следует эффектнейший СЛОН Д4 шаг. Ну и понятно, что после ФС Д4 Конь Е2 это попросту мат. Но все остальное проигрывает на ЛАДЯ Ф2 мы просто даем мат на Х1. Да, то есть, собственно, на этом и держался тактический трюк Хикару Накамуры. Следует ход ЛАДЯ Б4 и БЦ. Да, здесь у черных не хватает всего лишь качества и при мощнейшей атаке на короля, в которой участвуют практически все фигуры черных. Еще и СЛОН может где-то подключиться. Ясно, что позиция черных должна быть уже выиграна. Следует ход СЛОН С4 и Ф1 шаг. Здесь были и другие выигрывающие продолжения. Например, Е3 и на Е7 можно сыграть король Х8 на Ф8 шаг. Пойти король Х7 мы даже не забираем Ф1. На СЛОН Е3 убить ЛАДЯ бьет С4. Обратите внимание, еще одно эффектнейшее решение. Дело в том, что здесь ключевой момент это угроза мата на Е2. Да, то есть, здесь Белый уже фактически беззащитный. СЛОН прикрывал поле на Е2 и ходом ЛАДЯ С4. Мы блестяще заканчиваем партию. Так, ну давайте, да, еще приведу, да, ну продолжим просмотр. После СЛОНа Б5, ЛАДЯ Б4, БЦ, последовал ход СЛОН, С4, Ф1. Да, Ф1 тоже, конечно, не выпускает победы, но, повторюсь, ход Е3 выигрывал еще быстрее. Следует ход Ф1, Шах, Король Ф2, Е3, Шах, СЛОН Е3, ФЕ, Король Е3, ну понятно, что бить на Ж3 нельзя из-за Ф4 мат. Ну и после Король Е3, КОНЕ Ф1, СЛОН, Ф1, ФЕ, Ж1, Шах, Король Е2, ЛАДЯ С3, здесь все фигуры черных включаются в атаку, эта позиция уже незащитимая. Ну как примерно ФС Д2, ФС С5, ЛАДЯ Б2, ФС С4, Король Ф2, СЛОН Д4, это я показываю варианты, которые не случились с партией, Белярский попросту сдался. Ну и скажем, после Король Ж3, СЛОН Е5, Шах, Король Е2, СЛОН Ж3, Шах, еще эффектный ход, Король Ж1, ЛАДЯ С1, ну и здесь по-моему все становится понятно, грозит ФС С1, ЛАДЯ Ф1, Белые попросту не спасаются. Да, вот такая вот, на мой взгляд, очень классная партия, одна из лучших в творчестве Хикары Накамуры, и партия, которая уже давно стала классикой. Да, и сюда бы я отнес еще одну феноменальную партию, партия Гельфанд Накамура, ссылку на эту партию, эту партию я разбирал на своем канале, ссылку на эту партию вы найдете в конечных заставках. Ну, а теперь мы перейдем ко второму примеру, который я подобрал для сегодняшнего видео, это уже творчество 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, белыми играл голландский гроссмейстер Иерун Пикет, который, к сожалению, уже бросил активно играть в шахматы, по-моему, с 2003-го года он не играет, но тем не менее был очень интересный и самобытный шахматист. И давайте посмотрим эту партию, белыми играет Иерун Пикет, черными Гарри Каспаров и поехали. Д4, конь Е6, конь Е3, Ж6, С4, слон Ж7, конь С3, 2,0, Е4, Д6, слон Е2, Е5, 2,0, конь С6, Д5, конь Е7, конь Е1, конь Д7, слон Е3. Да, и как мы видим, здесь Иерун Пикет применяет, ну, тоже классическую расстановку, уже со слоном на Е3, который, как правило, потом, после Ф3, становится на Ф2, следует ход ТФ5, ТФ3, Ф4, вновь закрывается центр и вновь игра идет на перегонки, кто быстрее, слон Ф2, Ж5, Б4, да, здесь уже Б4, на мой взгляд, не самое популярное, а возможно, даже не сильнейшее продолжение, пробуют играть, здесь ладья С1 и дальше сразу С5, жертвуя где-то в каких-то вариантах пешки, Б4 все-таки, возможно, несколько медленно, следует ход Конь Ф6, С5, Конь Ж6, СД, СД, ладья С1, ладья Ф7, да, отмечу, что эту расстановку впервые придумал гроссмейстер Мигель Найдорф, есть очень классная партия из турнира претендентов Цюрих 953 год, Таймайнов Найдорф, если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите, это тоже классика староиндийской защиты, следует ход А4, слон Ф8, А5, здесь слон здорово прикрывает пешку на Д6, слоняя становится на Ж7 и потом Таран Ж4 и приступаем сразу к атаке на короля, следует ход слон Д7, Конь Б5 и Ж4, Конь С7, да, здесь следует эффектная Ж3, Конь бьет А8, да, но отмечу, что возможен был ход Та же, на что черные пойдут, ФЖ, слон Ж3, Конь А5, с темпом нападая на слона, на Конь Е6, здесь черные ходят ФЕРСЕВ6, на слон Х2, или может быть слон на Ф2, также был возможен ход, играет, да, секундочку, да, еще раз, на Ж3, да, еще раз, на АЖ, ФЖ, слон Ж3, Конь, но здесь, атака тоже, черных, конечно, носит мощнейший характер, для полного счастья, черным не хватает пойти Король А8, и Ладья Ж8, подключая к атаке еще и Ладью, но даже без этого, играть эту позицию белым, конечно, очень страшно, все-таки, большинство, да, практически все фигуры черных участвуют, участвуют, или будут участвовать в атаке, да, Пикет же сыграл, убил Ладью на А8, следует ход Конь Аш5, вновь идея, которую мы уже видели, Ферст стремится на поле А4, с дальнейшей угрозой Мата на Аш2, следует ход Король Аш1, ЖФ, Ладья Ф2, Конь Ж3, Шах, тоже классный ход, Король Ж1, Ферст бьет А8, слон С4, здесь, по сути, последняя тонкость, которую блестяще исполнил Гарри Кимович Каспаров, и это, отмечу, первая линия, сильнейший ход, следует ход А6, Ферст подключается по диагонали А7, Ж1, это решающее усиление позиции, следует ход Ферст, Д3, Ферст, А7, да, не совсем понятно, как избавляться от крайне неприятной связки, к тому же, формально на доске у черных две фигуры за ладью, это более чем достаточно, последовал ход Б5, следует АБ, слон Б5 и Конь Аш1, эффектнейшая концовка, здесь пикет попросту сдался, но ясно, что после короля Ф1 последует простой Ферст, Ф2, и черные остаются с лишней фигурой, да, на мой взгляд, тоже атака очень классная, проведенная на одном дыхании, то есть, обратите внимание, вот так просто у белых, как правило, не получается разбить Ферзевый фланг черных, так как зачастую игра идет темп в темп, и если белые где-то зазевались, то вот они могут получить собственно то, что получил в этой партии пикет, по сути, дебютный разгром, а я надеюсь вам понравились данные партии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за внимание, и до новых встреч, до новых встреч.